с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 19 октября всемирный день лицеиста дело в том что именно в этот день 1811 году открылся императорский царско-сельский лицей которым как известно воспитывались александр пушкин и многие другие люди которые прославили страну у родившихся 1862 год в этот мир приходит огюст люмьер французский изобретатель старше из братьев создателей кинематографа а в 1916 эмиль григорьевич гильз пианист народный артист ссср лауреат ленинской премии 1919 году родился александр аркадьевич гинсбург или просто александр галич драматург кино сценарист его известные кино сценарии вас вызывает таймер и верные друзья тому же он поэт бард именно этот день он читал своим днем рождения и это же дата выбита на его могильном камне но свидетельстве рождения зафиксированы иные данные 20 октября и не 1919 а 18 года 1941 родилась жанна болотова советская российская актриса театра и кино народная артистка рсфср некоторые работы судьба резидента бегство мистера маккинли подранки и жизнь и слезы и любовь вероника кастро рождается в 1952 мексиканская актриса певица и телеведущая в бывшем ссср стало известно благодаря главным ролям сериалах богатые тоже плачут и дикая роза события дня 64 год 27-летний клавдий цезарь нерон император и любитель театрального искусства начинает публичные выступления как певец актер и возница на арене цирка вот такой удивительный разносторонний император но прославился он к сожалению не этими своими талантами а собственной жестокостью и коварством и тем что заставил совершить самоубийство философа сынеку своего между прочим учителя 1097 год на совете князей в любиче под руководством владимира мономаха узаконено разделение руси на удельные княжества а в 1533 именно этот день немецкий ветеранский проповедник и ученый михаэль штифель произведя математический анализ книги пророка даниила почему-то объявил днем конца света незадолго до его наступления штифель обошел окрестные селения призывая жителей молиться об искуплении грехов те в ужасе начинают продавать скот имущество за бесценок что-то похоже на курс валют правда а когда судный день закончился без всяких последствий он еле спасся от гнева разъяренных крестьян 1913 год в мамоновском переулке москвы открытие кабаре розовый фонарь в нем с чтением стихов выступает молодой футурист владимир маяковский потом по москве рассказывали что вечер прошел с битьем графинов и бутылок и что когда поэта освистывали он подбадривал разодетую подвыпившую публику еще еще дайте насладиться идиотами 1943 год ваксман и его сотрудники открывают антибиотик стрептомицин разработки этого препарата способствовал колоссальный труд многих людей изначально учеными был открыт стрептотрицин но особого внимания к себе это вещество не привлекло так как обладала повышенной токсичностью но именно ему обязан своим появлением стрептомицин воистину это было очень важным шагом в медицине так как именно этот препарат первым показал положительный эффект при лечении туберкулеза от которого тогда некуда было деться за разработку этого лекарства в 1952 году ваксман был достоин нобелевской премии цитата за открытие первого антибиотика эффективного при лечении туберкулеза 1960 год правительство сша объявляет о полной экономической блокаде кубы прекращены все торговые операции что для обеих стран приносят большие убытки каждый президент приходя к власти ужесточал эмбарго либерализация отношений между сша и кубы начинается с 2000 года именно тогда билл клинтон разрешает продавать на кубе широкий ассортимент продукции сша однако негативное действие эмбарго до сих пор приносит кубе убытки начиная с 1992 он требует от сша отменить эмбарго однако руководство сша игнорирует эти резолюции в 2009 барак обама издает указ о смягчении некоторых положений эмбарго но так и непонятно получилось это или в итоге глобальном смысле эмбарго остается 1964 аэродром внукова торжественная встреча экипажа космического восхода первого в мире многоместного корабля приветствует космонавтов не хрущев провожавший их в полет и снятый со всех постов пять дней назад а леонид брежнев по легенде командир корабля владимир комаров якобы вместо дежурной фразы готовы к выполнению любых заданий партии правительства оговорившись произнес готовы выполнить задания любого правительства 1987 год черный понедельник коллапс на всех биржах мира худшие биржевые катаклизмы этого столетия приходится почему-то именно на октябрь не хочу ничего предсказывать самые знаменитые приключились 1929 когда в дверь начал ломиться великий экономический кризис и в 1987 когда курс акции в этот день упал аж на 508 пунктов этот день и вошел в историю как черный понедельник пережившие его брокеры до сих пор не оправились от этого потрясения и пугают им ул-стритовскую молодежь а физики надеются найти простые правила которые могут объяснить общие движения больших рынков и как вы понимаете на этом тоже можно заработать 1999 год образована оао туполев авиационное конструкторское бюро которое занимается разработкой производством испытаниями поддержанием летной годности авиационной техники за более чем 90 лет существования к б разработал около 300 проектов различных типов летательных аппаратов и малых судов создаются прототипы 100 самолетов 70 из которых находились в серийном производстве за все время существования выпущено свыше 18 тысяч летательных аппаратов 2011 год александр и и сегеру конда рассчитали значение числа пи то самое помните 3 запятая 14 с точностью в 10 триллионов цифр после запятой и еще об одном событии подробно в нью-йорке в двухтысячном году открывается филиал знаменитого музея мадам тюссо отделка одного из интереснейших музеев мира стоит организаторам около 50 миллионов долларов экспозиция музея представляет собой 200 восковых экспонатов кого там только не встретишь и знаменитости и политических деятелей даже страшных преступников как живы смотрят эти самые куклы на своих посетителей 200 лет назад в лондонском районе мэри либон скульптор мария тюссо открыла свою первую выставку мать девушки работала в доме у доктора филиппа кертиса он увлекался восковыми моделями он и привил юной марии любовь к такому своеобразному искусству в 1765 году увидела свет первая фигура знаменитости сделанная руками марии знаете кто это был любовница в людовика 15 марии жанна дюбари вот не знаю а вам бы хотелось стать восковой фигурой музея мадам тюссо с вами был николай пивненко в проекте дата